Мы изначально о книге договаривались. Я сейчас о ней расскажу, потому что это мистично была основная история в наших подаворах с Еленой. Я ей написала, наверное, после 19-го года о том, что не заинтересует ли издательство «Невская история» география Лаватова Леонидовского Великого Министерства «На старых дел» из «Короля Индии» и так далее. Она мне ответила, что в общем как интересует, но нужно было утрясти еще какие-то децентки. И как эта история на пару месяцев замялась? И окончательный ответ на эту историю пришел только 23 декабря. Причем я в этот момент находилась в поезде Лондон-Георг. Я ехала в Геордж на мариуму непосредственно Лондон-Галлифакс, чтобы в день его смерти, чтобы писать подавсюду, положить на нее пикет серых, ну, как бы искусственный, но тем не менее. И вот я еду в этом поезде, открываю огромную мучну и вижу письмо про краски Лев, которое присылает уже утверждительный ответ и уже практически подавлю. Чтобы 23 декабря, день Лев-Галлифакса, стал, так сказать, и днем рождения Лев-Галлифакса. Чем я, конечно, тоже горжусь и нахожу, конечно, определенную мистику, как какая-то воспространена, в принципе, Лев-Галлифакса. Но я думаю, что мы, конечно, вот, повернемся от мистики, таким нашим более научным реалиям. Итак, что нужно сказать? Нужно сказать, что это первая научная биография Лев-Галлифакса. Ой, не научная, прошу, вообще. Первая русскоязычная биография Лев-Галлифакса. Ну, в общем, не в эту сторону. Первая русскоязычная биография Лев-Галлифакса. До этого у нас в России никто и не изучался, и в Союзе тоже никто внимания особо не уделял. Было только три биографии на Западе, ну, непосредственно Великобритании они выходили. Все, что мы в основном знали о Галлифаксе здесь, в России, оно, конечно, базировалось на точке зрения Уинстона Черчилля и на его мгодотомных трудах. И, безусловно, это, конечно, не имеет на собой никаких исторических оснований для частного точки зрения, частного лица на все происходившее. Черчилль, он оставляет Галлифакса таким недалеким дурачком, каким-то марионеткой Чемберлена, послушаемый деда Болгуина, четвертым сыном Компорт, тогда, собственно, я хочу сказать, скажу попозже. На самом деле, конечно, это ничуть не имеет общего с действительно фигурой Лорда Галлифакса, по сравнениям с которым, тоже чаще, ну, говоря рукой, примитивно нервный клуб. Потому что Лорда Галлифакса принял одной фангиттера за лайкей, будучи лордом правительной печати. Лорда Галлифакса, будущий вид с королем Миги, посадил фюрму Махатум Кази. Лорда Галлифакса подарил под фельдом мьер-министра Олимстана Чемберлена. Лорда Галлифакса, основал Лорда. То есть, по масштабу его деяний, с ним, конечно, мало того можно сравниться, даже мьер-министра Чемберлена, который персонаж, в принципе, эпичный, но он все же не до того степени он в своей личности доходит, как к Лорде Галлифакса. И, конечно, ну, с Чемберлена просто не сравнится. А вот что касается четвертого сына Бекута, здесь я сделала особое пояснение. Это подскользнуло в куплянном фильме «Темные часы». Не так выше, вперед, как с собственным работом, конечно, великолепно, но в науке и действительно историческая реальность не имеет никакого отношения. По поводу этого четвертого сына, дело в том, что Бекута действительно был четвертым сыном, но три полтора от обмерла, причем какого был ребенком, а они находились в этом не в младенческом возрасте, что было как, ну, характерно для дриарской эпохи, там, у него хорошая медицина, то есть, нет, они умирали один из семь, второй, по-моему, третий, девятнадцатый. Умерли, причем, где-то в течение трех лет, когда все это произошло. Такая вот была червующая череда смертей, которая в итоге привела к тому, что Рефанцу Масле отбудил, который, когда он из след продовода сдал немаследственное Торефан, уже после смерти его отца. Чего изначально никто, конечно, предположить не мог, так что когда Чарчилл об этом отзывается, что «мочи, это синдрикон, это литраты губни». Тут совершенно иная история, потому что на тот момент Рефанц побыл уже веки кролем, речи-то там астрахового года. Что еще тут, это интересно сказать. Вообще, вот, мистичность, эти смерти, они, конечно, с детства окружали Рефанцу Калифакса, помимо того, что они были одержимой религией, вообще вся семья была великая в семье Севера, они были анатоликами и, безусловно, людьми очень наружными, но все это сочеталось какой-то абсолютный шутер. То есть его отец собирал истории о книге привидений. Методы воспитания там практиковались, ну, в простом случае, на взгляд свершнего человека 21 века, просто, конечно, недопустимо. Поэтому я очень, действительно, рекомендую всем прочитать первую главу на книге, хотя бы самому широкому книгу кругу читать, или хотя бы первую главу. Потому что эта глава носит название «еллашеб», но ее смело можно назвать «вам родители», или как ни в коем случае не надо воспитать эти типы, потому что потом из них вырастают вот такие велики. Ну, собственно, что же вырастает? Ну, с начала у нас вырос из него историк. Впрочем, к нему, конечно, вопросов мало, почему такие выразы, потому что, если кто-то прочту первую главу, то поймёт, почему так все произошло. Сначала кто-то с историк, он обучился, для чего-то после того, как отец на него, даже в домашний сотрудник, но после он от науки отошел, и уже стал как-то так, аллатым общим. Он в состоянии, опять же отца, начинал политическую карьеру. После случилась первая и вторая война, муж на фронт, служил кавалерик, майору кавалерик, звание майора. Война, я не запомнилась по его собственному признанию, только скупой и страхом, что тоже будет определенная характеристика. И опять же, интересный момент, все его спецкие друзья, все его друзья вообще, они погибли в войне. Он пожил один. То есть это мальчик, который выжил уже практически важно. Ну, а дальше уже он прошел войну, вернулся в парламент, занимал виситерские посты, и, наконец, дошел до главы. Он стал вице-каролем Индии, получил титул под нервы. Вот в его обыдии я тоже очень рекомендую людям, не только специалистам, верующимся, на как бы историю, просто ради интереса прочитать. Там очень много сказано о гражданском неповиновении, о реакции это гражданское неповиновение. Это уже как бы показательные как-то репрессии. Хотя на самом деле индийская политика Ирвина, она была максимально вообще-то свежая, честно говоря, потому что в той ситуации, ну, я не думаю, что можно было бы как-то выступать иначе. Вот в качестве вице-кароля Инди он действительно проделал огромную и даже, я бы сказала, положительную работу. И, как говорил Эрк Батгар, он был даже лучше, чем Герзман, что называется. Ну, а после вице-кароля, после нет паузы в Вайт-холле, он, конечно, становится именем органом Калифакста, тем, кому он в основном известен. Как по-моему в основном известен Сема. Это министр иностранных, это правительский премьер-министр. Ну, я уже говорила, что в начале этой примечательной дипломатической службы началось с того, что он принял Атольфи Китера за таки и приехал на такой подобный приговор. У меня тоже, конечно, такой очень интересный факт, как вели себя действительно британцы в отношении с гидерами, в которых есть ни в чем, они на гриме приспыкались, или еще что-то. Ничего подобного не было. Грубо говоря, особенно политика форен-офиса в отношении Германии это троллик. Причем местами такой прям очень жесткий, суровый, насмешки и так далее. Премьер-министр в чем, конечно, в этом плане было сдержание, хотя тоже он иногда выказал свое, рассказать, невдовольствие. Ну, потом было тоже много интересного. Да, замечу, что именно будучи министром иностранных дел, вот, как Эльфакс написал полковник, полковник Уэп, у министра иностранных дел больше, и именно это событие стало отсчетно вторую мировую, безусловно. Ну, перед этим еще была ссор с премьер-министром, когда он вырухал в него попально внешнюю политику из его рук, закончились эти мюнхинские, так сказать, посиделки и вот в итоге привел в Великобританию вторую мировую войну. Я считаю, конечно, это персональная ответственность, но от того не могу сказать, что у него не было в этом плане здоровья на мировой линии. Ну, дальше было тоже много интересного, честно говоря, если рассматривать его кит. Потом была отставка мая 40-го в ремьер-министре Чемпера, и это был переход в власти Черчилля. Вообще, у нас должна была приходить к Галифакцу, но от нее оказался. Причем, быть первым, это тем, что у него заполел животик. Он счел это плохим предснаменованием и решил, что лучше отдаст власть Черчилля. Но, что, опять же, его с ним связало уже, имею в виду Галифакца с Черчиллем, навеки, сделал первого второго своим должнику, что тоже для него играло определенную роль. И отставка на самом деле премьер-министра и его последующая смерть, она для Галифакца была переломным моментом, наверное, даже в плане какого-то человечества. Потому что он после этого начал совершенно по-другому себя вести. Он всегда был статой командора с горающей тесницей. После этого он стал хамить к тому же Черчилля, к тому же Глингут, он стал упадеть за седание, там саппортировать правую другую кабинетку. Потом он почувствовал разругаться с Черчиллем, потом придел в Соединенные Штаты в качестве фаза. Потом после этого как-то он увидел в Ултовскую речь с Черчиллем, а он единственный доведел черновикого друга и не сильно сказал, что либо это не произносит, либо после произнесения вы видите лично Сталину и объясняетесь с ним, что только от вас он может быть распределить как правильный жест. Ну, Черчилль, естественно, никуда не полетел, но это тоже очень странно на одном. И мне кажется, что после оставки все-таки Черчилль, Лена, его смерти, там произошел какой-то, наверное, внутренний сдвиг, и в результате стал просыпаться человек. Но, к сожалению, у себя предыдущих произошел достаточно поздно для человечества, и предыдущие его величие свершения это не отменяют. Так что, вот такая биография у нас о таком человеке, и, наверное, два слова еще скажу, если кто увидит книгу, откроет ее, там будет посвящение. Особая благодарность моему верному другу и помощнику породному его подъеку на листе до такой кистик, как моя самая. Мой скотчный дыр вот этот мальюточка 16-килограммовая, которая мне очень помогала. И я решила это, собственно говоря, отметить, понимаешь, удачно на презентацию прибавить, пусть это получит. Вот, спасибо вам большое. Я думаю, что мы, наверное, перейдем сейчас к словам, спикеров наших, а вопрос есть на самом конец. Вот, так что у нас мы, наверное, проявлены очень жуткие, которые там и, наверное, проявлены очень жуткие, пилосы, не просто пилосы, а еще и голос эпохи, как я его называю, даже, Борис Вальцов, проявлены очень жуткие, подбучат все мои дальние атики, дальние фильмы в том числе. Так что, прошу. Валерий Вальцов, я, ваше новостью, хочу поздравить читателей и создать местную историю, которая называется, да, замечательная книжка, которая, в первую очередь, очень приятная держит в руках. Я, не все книжки, я думаю, те, которые сейчас здесь понравились, хочется просто держать в руках, а здесь, действительно, потрясающее, хорошее сочетание формы и содержания. Я думаю, это не случайно, что есть содержание в руках, и действительно приятная ложка, и замечательная картинка, которая живописует какого-то самого героя. Когда я впервые услышал о Маркане Андрееве, нас познакомил мой старый товарищ, корейлер Васильев Владимирович, старый господовщик, учебный университет. Он мне сказал, Маркану Дэву, она изучает элифаксы. Она, я, 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 университет, я, 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 физическими указаниями, которые они привлекали с альпийских аристократов и сейчас рассказывают его герои, и про приведения там есть, которые были там, с которыми он себя занимал отец, мы были фарсы, действительно, тема английских приведений и так далее. То есть это вот вся вот этот мир... В этом смысле я вот даже когда вот думал, что сказать, я подумал, что Мишка опровергает, есть какая известная русская философия или история русской философии, идея Константина Леонтьева о том, что решающая цивилизация и уничтожая эстетику жизни. Вот эта книга, это же новое движение. Вот эстетика, вроде какого-то выбирая эстетику существования азербайджистов по государственной деятельности. Но тем не менее, потом, разумеется, книга приобретает совершенно другие характери, он продолжает у нас в решении совершенно серьезных событий. Действительно, если как-то как-то, наверное, вот уже вне зависимости от эстетического отношения азербайджистов по государственной деятельности, то, наверное, это один из примеров того, как консерватор, который, видимо, главной задачей культуры, это главная тематика — сохранить, видимо, как он есть. У меня такое ощущение, что в Великобритании не было такой мотивации только в сохранении Вританской империи, видимо, в том виде, в каком-то реактивном случае случился, что это исполнитель. А в результате оказывается, что этот человек меняет реакцию. Причем меняет реакцию. Причем меняет реактивным образом, образовательный самовлечен в совместивании военной войне. Многие являются идеалы надеются, запустил запалы в мировом войне. И, так сказать, вот вопрос. Насколько это, так сказать, парадокс-консерватор? А других мотивов? Не знаю, может быть, я что-то пропустил, но это ощущение такое, что он не просто действительно человек, который хотел сохранить Кузину в комитете, какому она была, хотел бы сохранить порядок, «Автор в 20-м века» то есть, мы такой праздничной германикой, которая, значит, оборудовала до начала республиксесса, революционного войны. То есть, в общем, хотел 19 века. В результате этого человека, который в 19-м веке все делал для этого, а что, так сказать, сделал 20-м века, и не загадали авторами Александра Морганова и Беспечштей, и люди, которые, так сказать, стенивых авторов 20-го века. Всего ее страшно. Вот, в чем это, в чем и как это разрешается? Не знаю, сложно сказать, но, видимо, возможно, это написано в роли Виталий. Виталий пытался на стене, в том виде, в том моменте, что такое сие, Глеб Мисмиром, и, собственно, Зеркоте не голоса. В итоге, в итоге, не я занимался, и сгонился на публикании, и в результате. В общем, это один из моих авторов. В результате, как я ничего не делал, был много, пытался его спасти. Вот, конечно, действительно, помимо вот этого, действительно, загадки отношений, как это разрешается, мне кажется, не смущается, как она относится к героям. Я думаю, вы не молчите, вы будете ничего. Вы будете ошибаться. Вы будете успевать, и не делаться. Это и загадка отношений автора к герою. То есть, тема, это загадка автора, где автор никогда не связывается с героем. Здесь эта загадка достигает максимальных размеров, потому что герой восхищает автора, и вызывает какое-то странное хащи. Одну и ту же другую. Разве для меня, вот, внутри, вот, 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 можно было сделать, вот, в стиле, в следующий указ, как будто многоьи стилей. Вот, для этого эти загадки не были решены. Может быть, она будет разрешена в других видах. Мне кажется, какая-либо трилогия, вот там, я не знаю, типа, третий, какой-то, вот там она будет разрешена, во всяком случае, естественно, это степень со своими самочарами. Вот, что еще вам сказать, что, в общем, это, конечно, большое событие. Большое событие и сама Николай Игорь, и вообще сама Николай Игорь смогла от человека, но, наверное, не самого близкощего к организатору. Я имею в виду организатором, как вы это говорите о том, а там человек, который делает популярным средством, международным средством международным средством, и которое делает его совершенно неотделимой, с первой школой Эльфимова ее, в нашем выпуске с редакторской области и ее собственной журналистой. Соответственно, нам очень любит все это, потому что это подвижничество, которое, я думаю, вам очень много любит. Переосмысленно. В качестве, в качестве, можно сказать, не про, может быть, чему-то, в виде какого-то великой артистской идеи в городе. Спасибо большое, Борис Владимирович. Я буквально, наверное, вам смогу слово, что... А вот, извините, как вы думаете? Да, конечно. Не надо, не надо. А, да, задайте, да. Я хотела буквально пару вниманий по поводу мотивации Галифакса, которая была из Владимировича, что она вообще не прослеживается. В принципе, вот если премьер-министра, как вы четверг, для меня, понятие, что этот факт, это просто хороший, порядочный человек, ориентированный на доброт, на мир во всем мире, и кругу говорят, как это нормально, как это джентльмены. Это, конечно, совершенно необыкновенное явление для финансовой политики, для человечества, к сожалению. Потому что у нас такие порядочные люди очень не раздражированы. Логику Галифакса, его какие-то мотивации нельзя осветить, это тронул логику. То есть ты не понимаешь вообще, чего-то руководствуешься. Это ку-ку-ку уехало, ну, грубо говоря, и я вообще не удивляюсь, после знакомства с его детством, почему он так сделал. Сейчас я, наверное, передам слово Федор Александр Жигайдер, который у нас веселился. Федор Александр Жигайдер, он наш доктор, да, правильно, исторических наук? Федор Александр Жигайдер принимал участие в фильме «Мюнхен» «Мюнхен» и шикарная характера у нас гласных словах? Федор Александр Жигайдер Спасибо большое. Да, у меня уже завели, сейчас я продолжу. Ну, на самом деле, конечно, книжка замечательная в том смысле, понятно, она лучная, понятно, она прекрасно написана, она при всём при этом доставляет колоссальную удовольствие. Автор очень ироничный относится к своему персонажу, при том, что персонаж его периодически ругает саму боль. И ирония — это единственный способ самозащиты автора от собственного героя, что, конечно, прекрасно. Кстати, по ходу дела скажу, что это не мешает автору иногда иронизировать его читателя. В частности, например, говорить о том, что есть вот такой чудесный анекдот про Нэнси Астер, первую даму депутата армейского права. О анекдоте есть, но я вам его не расскажу, потому что не расскажу. Его надо реконструировать. Он, на самом деле, изложен у премьер-министра там где-то в словках. Он обязательно дурацкий. Я с этим это, честно говоря, смешно. Это какая-то история, когда полковника пришла принцесса, что сказал ей, куда вас молиться. Ну, в общем, будет непонятно. Может, и факт, когда я рассказывал премьер-министру, они, на мой взращаться, если на них меня, это было вообще ухаха смешно для премьер-министра, которые об этом и пишут. Но, в общем, честно говоря, изложен он был так, что я там даже была и не поняла, что там смешно. Так что это не считать. Прекратите, оправдывается. Мы реконструировали, что они там все прекрасно. И мне предлагают это сделать. Так вот, понятно, что это сам по себе главный герой книги. Вот такая благодатная очень почва для того, что было сделано. Для всего этого хэппи на протяжении нескольких сот страниц этой книги. Я думал раньше, что Борис Джонсон – это круче всего в английской политической истории, но в том смысле, как он пловом выступает. Потом я понял, что это очень-очень приятная копия. Настоящие люди были раньше. И они, конечно, себя показали. И понятно, на самом деле, кого он там… Ну, по крайней мере, один из тех, кого он там пытается как-то так приятного копировать. А вот. Фигура, конечно, в Галифаксе великолепна. Действительно, вот вся вот эта векторианская тема, она с которой все это начинается. Конечно, со всеми ее вот этими вот такими, значит, моментами, которые я думал иногда, я кроме как извращения назвать не могу. Но, как бы то ни было, вот из всей вот этой крястной эпохи чудесным образом вырастает вот этот вот замечательный, так сказать, ну, судя по фотографии, писанный красавчик, конечно. Значит, такой долговязый, тощий, значит, кортавый, да, и иногда заикающийся. И, в общем, это, конечно, прекрасно. Человек, который, на самом деле, достигает, так сказать, вершину Лондонского дна, вот, тогда, когда британская империя действительно находится на пике своего могущества. То есть, действительно, да, во-первых, первая война, а она, собственно говоря, превращает в Британию уже первое однозначно, да, так сказать, первое государство мира. С ней уже никто, в общем, сравниться не может. Понятно, что до этого она правила моряля, то, значит, теперь она уже, наверное, вообще всех на свете правит. И здесь начинается вот наплог, который он, конечно, сразу не осознается, но, тем не менее, это уже потом, конечно, становится понятно, да, но вот уже, смотрите, после писательства мира 19-го года сразу вот эта самая не очень удачная, мягко говоря, да, так сказать, Англ-Ауганская война, буквально, да, в том же самом году, значит, Ирландия, которую вы вынуждены, так сказать, да, признать, чью-либо независимость вы вынуждены признать, значит, Чанакский кризис 22-го года, когда вы с турками справиться не можете, вы вынуждены тоже с ними договариваться, а потом ваши доминионы еще будут уже ставить вопрос о том, что, от чего вдруг вы нас пытаетесь еще войну втянуть в вас, да, так сказать, нам все это надоело, давайте, вы предоставьте нам, пожалуйста, самостоятельность помощник Малинский. Имея, вдруг, да, так сказать, достигшего, так сказать, этого субика, вдруг он сейчас раздвижаться. Понятно, что она этого не признает, понятно, что она будет, так сказать, за себя бороться, и вот как раз этой точкой появляется на ревансе. Человек, который вице-король Индии, да, так сказать, целая глава посвящена Индии, прекрасно показана, собственно говоря, какой он действительно пытается брать классическую имперскую политику, а эта классическая имперская политика натыкается на неклассическую реакцию со стороны вот этих мерзких, да, и и приходится, вот, вот, у нас человек, в общем, с 19-го века сталкивался с Гардием, который ведет себя, я уж не знаю, как, кто, короче, из 20-го века, да, сколько так лет? Как капризная женщина, да, капризная женщина, такой вот политический трансгендер, вот, и так далее, и так далее, и так далее, да, и вот, вы не должны платить их в тупик, хотя, конечно, да, вы, на самом деле, прикладываете максимум усилий, вот, скажем так, из всего того вот имперский опыт, о которых, в общем, могли сбежать, вроде как да, Если посмотреть, что в Индии Гальфакс оказался наиболее классическим человеком, политиком британским. Но все равно, какой-то тупик, ощущение тупика есть. Далее, человек становится министром обороны, выясняет, что с британской армией все равно не в порядке. А это, собственно говоря, Александр Годр уже, и что-то уже зашевелилось в Германии. И, собственно говоря, в Советском Союзе, как говорится, сравнив с ним, что представилось в Европе еще в 25-м, в 35-м. Это совсем иное с точки зрения боевого потенциала. А у вас как-то все постареет, в общем. То есть вы бы их почивали на лавру в последние 15 лет, и как-то все, опять все начнет размещаться. Кстати, интересно. Человек, который профессионально много оценить, имея всю информацию, профессионально много оценить боеспособность британской армии, он потом совершенно спокойно в течение ближайших лет будет играть, рассказывать, давать все эти гарантии к полякам и так далее. То есть я не знаю, о чем он так подъехался в определенный момент. Но впечатление такое, что он играл в какую-то британскую рулетку. В той ситуации, когда действительно, простите меня, Санцберецкий уже начали шатать что-нибудь. Причем это серьезно. А он делал очень ничего не происходит. И далее это человек, который возглавляет фориумов. Это человек, который возглавляет внешнюю политику. И начинает совершать действительно такие весьма странные вещи. И вот даже наложен, так сказать, святой лис, так сказать, Харри Фокс. А вот, по-моему, все-таки еще и Харри Фокс. То есть он такой святой Фокс, который выдал, как известно, вот это самое письмо, то, значит, надавив мы своего, значит, друга Чеберлена, который несчастный, вынужден был пойти на вот это, так сказать, трагическое, действительно, решение, имевшее фатальные последствия, действительно, дать гарантии вот этим самым полякам, которые вели себя еще лучше, чем Харри Фокс. То есть, в принципе, вот британская политическая система, она вот, так сказать, Харри Фокс, он действовал вот на грани фолла в рамках британской политической, значит, традиции. А полковник Бек, который возглавлял польскую политическую, польское, так сказать, пенсионное островное дело, да, он действовал совсем запредельно, потому что польская политическая традиция позволяла делать гораздо более интересные вещи. Значит, и вот эти самые поляки, да, которые только что поделили вместе с Гитлером Чехословакию, начинают, да, у них начинают бороться отношения с этим самым Гитлером, вдруг неожиданно, да, и они находят в себе, я не знаю, какое-то вдохновение, видимо, да, так сказать, и в ситуации, когда их предлагают, после вот этого окончательного нарушения, в случае Чехословакии, предлагают, например, вот эту игру на четверых, да, Англия, Франция, Советский Союз, Польша, они позволяют себе все это сорвать. То есть они позволяют себе все равно, так сказать, играть в великую державу, значит, говорить о том, что там, так сказать, большевики нам совершенно не интересно, да, так сказать, и мы, значит, сами как-нибудь справимся. И, возможно, Халифанск в этой ситуации оказался на какой-то польской волне. Единственно, она в жизни, да, вот, так как бы, даже ножом он себе такого не позволял, вот, значит, он, так сказать, позволил. И, в общем, кончилось это все, как известно, очень печально, да, так сказать, в первую очередь для Большей, а потом, конечно, для всех остальных. Вот. И далее, соответственно, да, это человек, который, ну, в общем, действительно, ему оставалось пожирать платы вот этой собственной политики. И в этом смысле, конечно, очень символично, что это человек, который, значит, в конечном счете стригает больших слов, послов, значит, потому что начали бомбить, да, значит, начались бомбежки, и он, который не хотел никак, по мере, куда-то с ним понял, что, ну, как-то, так сказать, что-то здесь как-то не ломит, они не пошли, и пора, значит. Ну, как-то, видимо, действительно, он там образуется, противизит это тело, но как-то вот на сто лет, какие-то последние годы в своей жизни, что-то с ним такое происходило, вот, какое-то покаяние, вот, чего-то, так сказать, и, как-то, морально очень вырос над собой, вот. Ну, правда, уже вот не имея, собственно говоря, вот тех необходимых речевов, которые позволили бы ему, вот, так сказать, сильно влиять на ситуацию. Одного, так сказать, одного морального давления начальщика не хватало, конечно, так как в 46-м году, просто потому, что начальщика должен моральное давление обновлять. На человек совершенно не на... На человек совершенно морально, никакое моральное давление не действует, естественно, вот, да, и, собственно, здесь, обкурить даже нельзя, вот так, вот, так что так, вот, так сказать, в этом смысле, конечно, я говорю, это книга, так сказать, вот, книга, которая опирается, собственно говоря, на очень мощный такой вот фундаментальный, да, материал документального характера, так сказать, которая вся написана, собственно говоря, вот именно, так сказать, вот по документам, да, и, так сказать, авторы ничего не выдумывали, да, здесь удивительным образом, да, если выдумывать ничего не надо, потому что материал таков, да, что ты его, вот, выстраивай, да, так сказать, расскажи об этом читателем, и получится просто праздник. А что, собственно говоря, у меня вот было, когда я, собственно говоря, читал книгу, и, я уверен, что я у вас праздник, и, спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Купайский, примерно, приятно. Ну, я думаю, что мы, наверное, можем переходить к вопросам, если у кого-то они имеются. Пожалуйста. Ну, я, конечно же. Ну, вы подумайте к вопросам, я пока еще замечу, замечу сейчас этот вопрос. Да, 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 да. А вот и папа, пожалуйста. А, я понял. Да. Это ответ по вопросу, если позволите. Первый, общего характера, да, я с удовольствием прочитал, наверное, из бывания биографии «Неволчекер», я это не прочитал, поэтому меня заинтредовало, поскольку, вот, как я понимаю, биографический жанр вам близок, запланировать какое-либо еще жизнеописание, ну, это какой-то интригующий вопрос. Вот. Второй вопрос, более частного свойства. Я, как же, прочитав «Читлеры» и посмотрев ваши фильмы на Ютубе, да, у меня, как бы, вот остался вопрос, как бы, что это периодически всплывает сознание, на которое я вам не знаю, как это есть. А вот этот интригус с полковником Беком, о котором был Ужмена, да, он заставляет задумываться, ну, так положим, не дали бы бег в гарантии, по-моему, мало ли бывает, что, если говорить, что-то терпится слабое наклонение, да. Отсюда возникает вопрос, как вы видите, думали, как бы развивалась ситуация дальше. Не она интересует в двух аспектах, это, соответственно, напал ли февера на Польшу, если бы поляки продолжили, так сказать, свое, поставили свою линию без гарантий, и, соответственно, если бы вот этот, кажется, приключился, в таком ракурсе, началась бы мировая война, а если бы она не началась, то, соответственно, предполагает ли вы длительное существование третьего рейха, ну, во времени, скажем так, в пространстве. Спасибо большое за вопрос, очень интересный. Я, наверное, начну с первых в жизни описания, кого я владела. Я могу понять, сказать, кого бы я хотела. Это Сэм Хор, опять же, наш министр внутренних дел, он был и министром иностранных дел, в общем, один из, тоже другой премьер-министр, и Галифакт, который Галифакт, совершенно по-скоскому, конечно, предал, причем ваших, а премьер-министров, у него Сэм Хор был верен до конца. И я, конечно, бы хотела замахнуться над кардиналом Нюмана, но я вот не знаю, что возьмет ли какое у меня издательство с этими персонажами, но Нюмана, да, я бы хотела исключительно в фондах монографии молодого истории Генгорода Загостка. Загостка не только в самих гарантиях именно Польши, а в польском поведении, то, что фактически, а также была речь о союзе четырех, то есть Британия, Фрация, Польша и СССР, и заблокировали, на которой как раз вот на этом союзе надголовный механистик, и заблокировал этот союз, не только СССР, который позже, так сказать, развернулся в другую сторону, но в первую очередь заблокировал именно ПЭТ, он категорически не хотел вот этого союза. Поэтому, если бы, как бы, не были гарантии ему даны потом Гальфакса, который вдруг еще там всех осчислили, возможно, была бы работа какая-то именно в этом направлении, то есть в организации такого союзного блока. Вот об этом я думаю, в первую очередь. И, возможно, что такой союзный блока уже, как и для Риттера, был слишком большим куском, на котором он стал раскрывать непосредственно ручность, непосредственные боевые действия. Возможно, потом, конечно, был бы какой-то переговорный процесс по продолжению пересмотра ГОСАРа, пересмотра, не знаю, статуса ДАСАРа, статуса поискового коридора, и так далее. Вот так, мне кажется. с поляками просто не то, что плохо было дать гарантии, плохо было дать именно на одни гарантии полякам, при этом идея этого союза четырех. и так далее. И, возможно, может быть, каким надо быть политическим деятелем, ну, в принципе, человеком. Вот это теография. Я, как бы, делаю свою совесть чистой, показываю, каким человеком быть не надо вообще никогда не никаких обстоятельств. Ни человеком, ни политиком, не нужен, ни на том, и так далее. В общем, вот так вот. Спасибо вам большое.